История с монобиполярным электролизером продолжается. Сейчас мы выведем вольт-амперную зависимость, проверим и сравним эффективность работы только на одной ячейке. Озвучу важные нюансы по поводу контактных выводов, а также поделюсь наблюдениями. Схема коммутации Монобиполярный электролизер повысил температуру только на 16 градусов, поэтому эффект сжатия от изменения температуры, я практически исключаю. Учитывая, что в обоих случаях закачанный обратно объем воды примерно одинаков, я полагаю, что это ярко выраженный эффект обратной рекомбинации смеси газов в жидкую воду. Это одна из причин, по которой я спроектировал водяной затвор прямо в бачке для электролита. Через эти контактные выводы проводится весь ток, проходящий через электролизер, поэтому хочу озвучить некоторые замечания. Нужно учитывать, что электропроводность стали примерно в 6 раз меньше, чем меди. По предварительным расчетам могу сказать, что при длительной нагрузке через каждый квадратный миллиметр сечения стали не должно проводиться более чем 0,8 Ампер тока. Поэтому площадь сечения контактных выводов не должна быть маленькой, иначе это приведет к потерям напряжения и их нагреву. Несмотря на то, что физически здесь 18 ячеек параллельной электрической коммутации, здесь организована цепочка из 6 последовательных переходов через электролит. То есть фактически это нужно рассматривать как 6 ячеек. Итак, электролизер заполнен гидроксидом натрия в концентрации 20%. Давайте посмотрим, как будет меняться ток в зависимости от напряжения и составим график этой зависимости. При низких напряжениях ток очень маленький. Похоже, что растет линейно. На блоке питания сложно ловить нужные напряжения и немного мешает тот факт, что ячейки заряжаются. При приближении к 2 вольтам каждый переход через электролит увеличивает свою электропроводность невероятно сильно. Дальше уже ограничивает мой блок питания на уровне 10 ампер. Я жалею, что не делал подробных замеров данной характеристики у предыдущих моделей лизеров. Но по имеющимся видеозаписям сейчас сделаю интерполяцию на глаз. Итак, биполярный электролизер с шахматным расположением отверстий вначале идет примерно так же. После 8 вольт начинает проявлять себя паразитное замыкание. После 11,5 примерно такой же взлет. А это биполярный с множеством прямых сквозных отверстий. Паразитное замыкание, естественно, начинает проявлять себя уже после 2 вольт. Дальше картина просто ужасная, как и его эффективность. Теперь я подключусь только к одной ячейке и запишу ее зависимость. Наблюдается тот же нелинейный характер, который начинается после 1,7 вольта. А вот здесь появляется возможность сравнить с эталоном. Я постарался привести все к одному масштабу по напряжению. Мне кажется, что в хорошем электролизере без паразитного замыкания график должен выглядеть максимально близко к графику одной ячейки. Да, монобиполярный лизер не является идеальным. Тем не менее, могу его порекомендовать как простую конструкцию, которая имеет лучшие характеристики среди аналогичных. Раз уж я подключился всего к одной ячейке, мне стало интересно, с какой эффективностью будет работать она. Тест будет в экономном режиме с током в 1 ампер. Именно проведение замеров и сравнение их результатов между собой мне позволяет делать выводы и дальнейшие предположения. 100 мл за 9 минут и 13 секунд. Расход электричества получается в районе 2,88. Соответственно, сравним полную эффективность. Она получилась в районе 68%. А лучший результат был сделан год назад на гидроксиде калия и с меньшим зазором. Дальше планируется запустить электролизер от более мощного источника питания, подключение горелки и проверка всей этой газосварочной установки в деле. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова